Сестра Таня Добраться до Одессы и попробовать найти место на корабле, отплывающем в Константинополь. Оставшиеся члены семьи Романовых уже обосновались там, организовав придворную жизнь. В Киеве вместе с ними жил брат ее отца. Было решено, что он отправится в Одессу первым и найдет для них подходящее жилье. На полпути его поезд был остановлен революционерами, и всех, кто был похож на аристократа или интеллигента, отвели в сторону и расстреляли, в том числе и ее дядю. Несмотря на неудачу первоначального плана, оставаться в Киеве не представлялось возможным, и они отправились поездом, взяв с собой няню. В том же самом месте поезд был остановлен, и теперь уже ее отец был среди тех, кого увели. Ее мать велела няне приглядывать за детьми, выскочила из поезда, подошла к ближайшему солдату и потребовала, чтобы ее отвели к начальству. Солдат указал ей на вагон, стоящий на запасном пути, и объяснил, что это офис комиссара, но ей туда нельзя. Проигнорировав его слова, она направилась к вагону, где путь ей преградила вооруженная охрана. Она настаивала на встрече с комиссаром, добавив, что они могут обыскать ее и убедиться, что у нее нет оружия или бомбы. Охранники заколебались, и она прошла между ними прямо в вагон. В дальнем конце за столом сидел комиссар и подписывал смертные приговоры. Подойдя к нему, она потребовала вернуть ей мужа. Он откинулся на спинку стула, посмотрел на нее и спросил, что может значить жизнь одного человека посреди всего, что творится вокруг. Возможно, для вас это один человек, но для меня он весь мир, сказала она и разразилась слезами. Красивая женщина, рыдающая прямо у него в кабинете, смутила комиссара. Он подписал помилование и послал солдата к ограждению, где происходил расстрел, велев поторопиться. Гораздо позже моя мать расспросила своего отца о том эпизоде. Он рассказал ей, что когда его вели от железной дороги к ограде, он к своему удивлению обнаружил, что ему не на что жаловаться. В конце концов, он прожил очень хорошую жизнь, и для каждого человека приходит его срок. Так, они спокойно добрались до Одессы и провели там год, прежде чем им удалось купить билеты на корабль. Один из братьев моего деда занимал должность первого секретаря в российском посольстве в Константинополе. Он смог принять их и помочь обосноваться. Дед и бабка моей матери, Купенские, были очень дружны с неким князем Гангреным, чья жена умерла при родах. Его единственный ребенок-дочь Маня Гангрена часто приезжала в дом Купенских, чтобы поиграть с другими детьми. В результате мой дед рос вместе с ней, и они остались близкими друзьями. После революции князь, как и столь многие другие, переселился в Константинополь. К этому моменту его дочь выросла, стала умной и красивой девушкой и активно вовлеклась в многогранную социальную жизнь города. В Константинополе она встретила Успенского и примкнула к его группе. Ирландский инженер радиосвязи, который работал на Марконе, влюбился в нее, и вскоре они поженились. Когда он оставил службу, они переехали в Англию, где она вошла в лондонскую группу Успенского. Из Константинополя мои дед и бабка переехали в Берлин, затем в Париж, а своих дочерей отправили в женскую школу в Нормандии. Их дядя, живший в Париже, был дружен с богатой американкой, которая также жила неподалеку со своей сестрой и владела замком в Нормандии. Именно она порекомендовала эту школу и была очень рада, когда девочки приезжали к ней на выходные. Одним из ее увлечений были поездки по Франции в огромном сделанном на заказ автомобиле. Благодаря этому сестры смогли познакомиться со многими регионами страны. В аббатстве Солесм моя мать впервые услышала григорианское пение. Ее поразило то, насколько оно отличается от привычного ей богатства и разнообразия православной церковной музыки. В 16 лет она поступила в бакалавриат, а по окончании курса обе девочки были отправлены в Англию для изучения английского языка. Их отец связался с Маней, которая после развода жила в Лондоне, и она согласилась на то, чтобы девочки проводили выходные у нее. В один из визитов она дала Тане копию книги Успенского. Не найдя в ней ничего интересного для себя, Таня передала ее моей матери, которая стала читать книгу с возрастающим волнением. С ее точки зрения это было именно то, что она искала. Она стала донимать графиню расспросами и, выяснив, что Успенский живет в Лондоне, потребовала, чтобы ее представили ему. Графиня колебалась. Ей казалось, что ничего хорошего из этого не выйдет. Однажды, когда графиня в очередной раз отправилась на лекцию Успенского, моя мать последовала за ней. Она стояла перед домом в Беронскорт и смотрела на прибывающих гостей. Поскольку дверь была открыта, она прошла в холл. В холле никого не было. Но за одной из дверей она услышала голоса. По лестнице спустился мужчина, которого она сразу узнала по фотографиям. «Что вы здесь делаете?» – резко спросил он. Она объяснила, что пришла послушать его лекцию. Он строго посмотрел на нее и позволил ей войти с условием, что она сядет в задних рядах и будет сидеть тихо. С тех пор она постоянно докучала графине, пока та не согласилась передать ее просьбу о личной встрече с Успенским. К большому удивлению графине Успенский согласился. Моя мать получила приглашение на ужин. Вместо того, чтобы трепетать в благоговейном страхе, она приехала навстречу с намерением использовать возможность получить ответы на все свои вопросы. Ей удалось заинтересовать Успенского, и он явно получал удовольствие от разговора. Беседа продолжалась до самой ночи. Она не привыкла засиживаться допоздна и в какой-то момент почувствовала, что сон одолевает ее. С трудом она выбралась из-за стола и переместилась на диван, стоявший в углу комнаты. Один раз она проснулась и увидела Успенского, который склонился над ней, укрывая своим пальто. Довольно скоро она вошла в группу. Мой отец также входил в группу, но в то время они не общались. Ее близким другом стал Раннимунд фон Биссинг. Также она подружилась с его сестрой Тоской, которая впоследствии вышла замуж за обри Уолтона. Из-за излишней театральности поведения Тоску многие недолюбливали, к тому же она пыталась спекулировать своей близостью к мадам Успенской. Сложнее проследить ранние годы жизни моего отца и понять, что побудило англичанина, воспитанного в семье квакеров, посвятить свою жизнь столь экзотическому предприятию. В 1950 году, в возрасте 50 лет, он создает нечто вроде мемуаров или дневника в солидной кожаной тетради. Дневник начинается с детских воспоминаний в хронологическом порядке, а с 1910 года записи ведутся поквартально. Каждая страница посвящена периоду в 4 месяца. Все, что ему запомнилось или показалось важным. Я полагаю, что достигнув 50-летнего возраста и находясь в ситуации неопределенности, которая возникла после смерти Гуржева, он с помощью этих записей пытался расставить все по местам. В 1922-м его полк был направлен в Турцию, и он занял должность офицера в разведке в Константинополе. Именно здесь он познакомился с Джоном Беннетом. И только из книги «Свидетели» я узнал, что мой отец служил в разведке. Он также общался с большим количеством русских. Январь 1923 года. Часовня в русском посольстве. Записано в дневнике. В его записях содержится подробное описание того воздействия, которое эта церковная служба оказала на него, что побудило его к изучению православной церковной музыки, ее истории и назначения. Февраль 1923-го. Дервиши. Турецкий театр. Дважды. Далее следует множество ссылок. Западный мистицизм. Пропустил Ночь могущества. Посетил Эйюб вместе с Альфом Туэйтсом и Принцессой. Наука о таинствах. Эти записи стоят в одном ряду с Женщины Константинополя. Симпатичные. Изучение иностранного языка, уроки игры на гитаре, покупка ковров и так далее. Военная служба, судя по всему, мало его интересовала. И по возвращении в Англию в октябре 1923-го года он решил подать в отставку. Однако нельзя сказать, что он разом порвал свои связи с британской разведкой, поскольку в скором времени он отправился в Финляндию, Лапландию, а после в Ирландию. Однажды он сказал мне, что это было самое жуткое место из всех, где он побывал. Август 1924-го он читает Штайнера. Январь 1925-го – заметка зминой силы Авалона. Октябрь того же года – первая поездка в Шартр, Бурж и Реймс. В ноябре он занят переводом текста Успенского, посвященного Таро. В 1926-м он посещает лекции Бертрана Рассела, потом спиритические сеансы. Иногда встречается что-нибудь вроде «Ах, что за девушка-американка!» И все в таком духе. Когда изучаешь эти записи сегодня, несмотря на свойственную подобным заметкам отрывочность и туманность, создается впечатление, что время, проведенное отцом в Стамбуле, люди и идеи, с которыми он столкнулся там, оказали на него колоссальное воздействие и, по большому счету, определили его дальнейшую судьбу. Я полагаю, что многие из тех людей, которых он упоминает, разделяли его интересы. О некоторых из них я лишь слышал, будучи ребенком. Других, как в случае с Обри Уолтоном, мне довелось хорошо узнать. Первая встреча моего отца с Успенским произошла в 1929 году. Их познакомила Маня, и многие последующие события путешествия, описанные в дневнике, отец совершал вместе с Успенским. Покупка имения Лейн, где обосновался Успенский, запись за октябрь 1935 года. В дальнейшем отец много времени проводил там. Судя по всему, он довольно часто в пьяном виде вылетал с дороги на автомобиле, и за октябрь 1937 года есть всего одна запись – Мескаль. Однако постепенно все больше записей посвящается его работе в группе Успенского, которая продолжалась в Лейн на протяжении всей войны. Хотя сам Успенский в то время был в Мэндхеме в Америке и вернулся в Лейн только в январе 1947 года, он умер в октябре того же года. Мои родители пересекли Атлантический океан, чтобы посоветоваться с мадам Успенской, которая осталась жить в Мэндхеме, и через нее получили возможность встретиться с Гурджиевым. Август 1948 года «В Париж, чтобы встретиться с Гурджиевым». Реакция Ирины на то, что она не едет. Я полагаю, ее реакция была весьма бурной. Время, проведенное с Гурджиевым в 1948 и 1949 годах, описано в мельчайших деталях в двух отдельных тетрадях, описан едва ли не каждый день. Упражнения, реакция отца на них, комментарии Гурджиева, беседы с мадам де Зальцман, его отношения с другими учениками и впечатления о каждом из них. Эти записи удивительным образом передают атмосферу рабочей группы, каковой неизменно и несомненно являлась группа Гурджиева. Нас пригласили выпить кофе с Гурджиевым в его комнате. Комната выглядит исключительно неформально, очень маленькая, до потолка заставленная штабелями бутылок и полками с приправами со всех концов земного шара. В ней есть маленький низкий столик и несколько стульев. Гурджиев сидит на кушетке. Около него простая механическая гармоника с четырьмя клапанами. Судя по всему, во время игры он ставит ее на колени. Я слышал, как Гурджиев играл на гармонике прошлым вечером. Он играл молитвенную музыку, русскую по звучанию. Музыка была невероятно торжественна и наполнена глубочайшей скорбью. Казалось, что в ней проявляется все отношение Гурджиева к жизни, печаль, идущая от того, что люди теряют все, будучи такими, какие они есть, и превращают жизнь в обыденность, вместо того, чтобы претендовать на принадлежащее им по праву небеса. 24 августа. Вновь читали вслух введение ко второй серии. Ни мужчина, ни женщина не могут быть ответственными, пока не достигнут возраста, отделения, когда в них завершается формирование определенных структур. Тогда они становятся ответственными. Этот возраст был определен в результате многовековых наблюдений, хотя в настоящий момент мало кто об этом знает. В зависимости от места и других условий для мужчин ответственный возраст начинается в период от 20 до 23 лет. Для женщин – от 15 до 18. В случае Англии, соответственно, 21 год у мужчин и 17 у женщин. Важно, чтобы человек не позволял себе сексуальных контактов до достижения этого возраста. В дальнейшем он волен поступать, как хочет. Если же человек дает выход своей сексуальной энергии на наступление ответственного возраста, это препятствует формированию того, что должно быть сформировано. Потакание своим сексуальным желаниям до этого периода приводит к тому, что впоследствии человек никогда не сможет им противостоять. Однако, как только ответственный возраст наступает, для мужчины очень важно, чтобы рядом с ним находилась женщина соответствующего ему типа, дополняющая его. Сам по себе мужчина не завершен. С правильной женщиной он может, так сказать, прийти к завершению. Женщина при этом также обретает завершенность. Сегодня, наблюдая за Беннетом во время вечернего чтения, я заметил, что он должно быть проходит через определенный эмоциональный опыт. Выражение его лица показалось мне знакомым. Я вдруг увидел в нем Колина Смита, каким тот был в период последних лет жизни мистера Успенского. Не знаю, что стоит за этим выражением, но оно произвело на меня сильное впечатление. Казалось, что Джон Беннет полностью отдается на волю определенным переживаниям. Такое же ощущение у меня было от КС. Однажды за ужином Гурджиев попытался вывести меня из себя, привлекая внимание к тому факту, что моя фамилия звучит довольно странно. Действительно, если использовать иное написание, но оставить то же произношение, моя фамилия означает «уличную женщину». Поскольку стало ясно, что я никак на это не реагирую, он попробовал использовать «лезть». Как хорошо я говорю по-русски. Он никогда не встречал англичанина, который бы говорил по-русски столь правильно. Просто «вылитый русский» и так далее. Сегодня за обедом Беннет и Пейдж. Пейдж спорит. Воскресенье. Вчера нас было немного. Б. и его люди уехали. За обедом Гурджиев неожиданно повернулся ко мне и сказал «Вы можете быть директором?» Оправившись от первого шока и помня, что никогда не стоит отказываться от предоставляемых возможностей, я ответил, что готов попробовать. Итак, я вознесся из церковной мыши в халифы. На обеде присутствовали двое русских, старые друзья Гурджиева со времен Приоры, одним из которых был Урия. Поэтому Гурджиев сказал «Хорошо произносите тосты сперва по-английски, потом по-русски». В этот момент мое сердце ушло в пятки, но деваться было некуда. К счастью, на тот момент я уже слышал тосты по-английски столь часто, что они отпечатались у меня в памяти. Однако русского перевода я никогда не слышал, а некоторые посвящения, к тому же, часто переводились на английский и французский по-разному, чтобы сделать задачу еще более сложной. Я не раз замечал, что русские относятся с большой симпатией к тем, кто пытается овладеть их сложным языком. И в этом случае было то же самое. И Гурджиев, и другие русские были настроены очень благожелательно, так что провозглашение тостов закончилось для меня великолепным уроком русского языка. Однако, возможно, наиболее интересным в этой ситуации для меня было наблюдать, как Гурджиев использует способности или ошибки человека, чтобы поставить его в определенное положение, судя по всему, с целью проверить, как он будет себя вести. Объяснение двойной роли секса. Первое. Исполнение своего долга по продолжению вида. Второе. Самосовершенствование. Без самосовершенствования все начинает идти неправильно, даже продолжительность жизни сокращается. Время от времени люди рассказывают истории о том, что в кругу Гурджиева поощряется сексуальная свобода, и люди ведут себя соответственно. Однако, в тот период, когда я находился рядом, я не заметил ничего подобного, так же, как не заметил каких-либо оснований для этих историй. Скорее наоборот. Создавалось впечатление, что здесь от человека требуются довольно высокие способности в обуздании сексуального желания, и писание Гурджиева не оставляют возможностей для каких-либо иных толкований. Беседуя с Тилией о движениях, Гурджиев сказал, Сейчас вы слоны, а должны стать кошками. Существуют три вида мышц. Большие мышцы, средние мышцы, малые мышцы. Большие мышцы у вас работают, развиты, как у осла. Средние – более-менее, а вот малые мышцы не работают вовсе. Вы должны учиться использовать малые мышцы. В течение последнего времени мне доверена роль директора. Я нашел эту роль весьма интересной, поскольку она требует большой концентрации внимания. Она включает в себя три части. Первое – произносить тост из-за идиотов. Второе – следить за личными нуждами Гурджиева, например, накладывать ему различные блюда и тому подобное. Третье – доедать то, что Гурджиев не пожелает есть сам. При этом он использует тебя как пубель – мусорное ведро. Первая функция довольно сложна. Компания может быть очень большой. Гурджиев часто вносит изменения или добавления в последовательность тостов. И все это необходимо запомнить, поскольку никакие отклонения в формулировках недопустимы. Имея эту задачу в качестве, так сказать, базового ритма, необходимо найти время следить за нуждами Гурджиева и удовлетворять их со всеми деталями, так как для каждой вещи или блюда здесь свое место и время. Я могу сравнить эту работу только с движениями, когда внимание должно быть разделено между несколькими ритмами, а любая невнимательность сразу же приводит к ошибкам и нарушению узора танца. Разговор с Гурджиевым 1 декабря 1948 года. Присутствуют Р. Х. и Обри Олтон. Мы прибыли несколько раньше начала чтений и попросили о встрече с Гурджиевым. После нескольких минут ожидания Гурджиев позвал нас в свою маленькую комнату и угостил кофе. Я сказал ему, что некоторое время назад он дал Олкеру ОУ и мне упражнение, которое, как мы поняли, послужит нам проверкой, а также основой для индивидуальных упражнений. Гурджиев остановил меня и сказал, что все понял. Он также добавил, что ждал, когда мы сами спросим об этом, поскольку без просьбы он не имеет права делать что-либо. Он уже начал опасаться, что ему придется уехать в Америку, так и не дав нам новых упражнений. У нас было две возможности спросить об этом у мадам Зальцман, но она была поглощена подготовкой к отъезду и, судя по всему, ничего не передала ему. Позднее она сказала, что должна поговорить с ним об упражнениях, которые мы должны были выполнять, а после этого вновь поговорит с Гурджиевым. Однако несколько дней назад, когда ОУ напомнил ей об этом, она велела нам поговорить с Гурджиевым напрямую, заметив, что, возможно, уже слишком поздно. Действительно. Сперва ОУ должен был съездить в Англию, а когда он вернулся из поездки, я заболел, так что прошло много времени. Затем Гурджиев велел мне повторить в деталях то упражнение, которое он давал нам, а после этого сказать ему, каким выводом я пришел в результате его выполнения. Я повторил описание упражнения. Один раз он поправил меня. Когда я говорил о точке над поверхностью Земли, он сказал не над поверхностью, а над атмосферой. Что же касается моих результатов, то прежде всего я сказал, что визуализация этих различных точек была слабой и туманной, и мне было очень трудно концентрироваться на них. Связь различных частей тела и географических точек оживляет соответствующие точки тела человека и позволяет физически ощутить ваши нервные каналы. Когда в конце упражнения я произносил «Я есмь», я совершенно отчетливо увидел разницу между чувствованием и ощущением. Чувствование распространялось, излучалось из солнечного сплетения в различные части тела, в то время как ощущение, ощущание представляло собой более пассивное восприятие тела. Горджиев спросил, «Удалось ли нам почувствовать тело как единое целое?» Мы ответили утвердительно. Я также добавил, что после упражнения чувствую себя более собранным. Горджиев ответил, что если бы я мог ограничить свои мысли, чувства и ощущения пределами собственной атмосферы, упражнение оказалось бы в десять раз легче. Каждый раз, когда ваши мысли уходят за эту границу, вы теряете энергию. Она уходит. Атмосфера человека распространяется примерно на шесть футов вокруг него. Человек подобен аккумулятору, но он может хранить энергию только если изолирован, только если контур замкнут. После этого упражнения я почувствовал свое «я» иначе. Обычно я чувствовал «я» в голове, но после упражнения почувствовал его в теле, в солнечном сплетении и ощутил «я» как нечто цельное, чего ранее мне не удавалось. Это упражнение дало мне ощущение материальности собственного «я». Горджиев спросил, удалось ли нам почувствовать свое целостное присутствие в момент произнесения «я» и удалось ли почувствовать разницу между этим «я» и нашим телом. Мы оба подтвердили, что упражнение дало нам этот опыт. Далее Горджиев сказал, что теперь можно говорить о появлении концепции «я» или эмбриона. Он только зачат, его предстоит растить, обучать и кормить, чтобы он смог стать повелителем. Помним ли мы аналогию с Кэбом, готовым вести любого пассажира, который его наймет, куда тот пожелает, сперва направо, затем налево, потом назад и так далее. Только когда эмбрион вырастет, повозка перестанет быть наемной и станет полноценной собственностью владельца или хозяина. Даже будучи ребенком, он уже начнет отдавать приказы к кучеру, который начнет бояться его и откажется ехать направо или налево, пока тот не покинет повозку. Мы должны продолжать выполнять то же упражнение. В дальнейшем упражнения будут даваться индивидуально. У каждого из нас будут свои упражнения, и нам запрещается обсуждать их между собой, поскольку эти упражнения уже будут носить эзотерический характер. Он поговорит с мадам Зальцман и скажет, чтобы она объяснила нам определенные упражнения. На свидетельстве о рождении отца мой дед указывает место своей работы «Восточно-индийская торговая компания». Так что, вполне возможно, Восток поселился в подсознании моего отца еще до его появления на свет. «Восточно-индийская торговая компания» Продолжение следует...